Девушки отдыхают В эфире наши новости. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Барнаульские автомобилисты жалуются на нечищенные скользкие дороги. В нашу новость обратился водитель, которому сегодняшняя поездка на работу показалась адом. Где дорожная служба? Где, блядь, галимый лед? Сплошной гололед и колея образовались на пересечении Павловского тракта и Малахова после обильного снегопада, который длился целые сутки. Нам даже пришлось запикать нецензурные высказывания водителя. Он крайне возмущен отсутствием спецтехники, которая бы боролась с наледи и убирала снег. А мы ждем комментарий от мэрии относительно того, почему дорожная техника не вышла на дороги города. Надеемся, что к вечернему выпуску нам его предоставят. Апрельский снегопад пошатнул уверенность бейчан переходить на сезонную резину. В шиномонтажные мастерские поспешили вернуться автолюбители, уже сменившие шины на летний комплект. Да, был некоторый всплеск. Люди активно начали перебываться в летнюю резину. Но сегодня, увы, уже некоторые перебываются обратно, потому что ехать надо на север, в Новосибирск, в Томск. Из-за теплой апрельской погоды некоторые автолюбители начали менять зимнюю резину на летнюю уже в начале месяца. В шиномонтажках тогда был ажиотаж. Конечно, есть и осторожные водители, которые терпят до последнего, пока не будет полной уверенности в устойчивой погоде. Специалисты шиномонтажных мастерских тоже рекомендуют ближайшую неделю не прибегать к замене автомобильной резины, поскольку по прогнозам синоптиков ожидаются ночные минусовые температуры. В общем, чтобы утром не стать участником ДТП, лучше повременить с переходом на летний комплект шин. Но пока на улице было тепло, в минувшие выходные в парке «Юбилейный» прошел субботник, в котором приняли участие порядка 40 волонтеров. Вместе с депутатом краепово-законодательного собрания Анатолием Суворовым они привели в порядок часть огромной территории парка, который после зимы в этом очень нуждался. Более 200 мешков мусора, таков урожай волонтеров, которые решили поучаствовать в месячнике санитарной очистки. Убирали все, что появилось в парковых зарослях после того, как растаял снег. Чтобы выбрать место, которое больше других нуждалось в уборке, обратились к депутату своего округа. Он и предложил обратить внимание на входную часть «Юбилейного», обеспечив работников инвентарем. Решили вот здесь убрать поросли, собрать листву и провести такую акцию. Побелить вход, чтобы он как бы обозначен. Кроме того, волонтеры установили в парке несколько скворечников. Участники акции уверены, это важный шаг к возрождению одного из самых крупных барнаульских парков. Жители индустриального района задыхаются от пыли. В нашу редакцию несколько дней назад обратились горожане, которые не рады, что по соседству с ними идет массовая застройка. Между дворами проезжают грузовые машины, которые разносят пыль и разбивают бетонное покрытие. Накануне в Барнауле опять выпал снег, но когда на улице сухо, некоторые жители не могут выйти во двор без маски. Вдоль всего района, по периметру всего района машины курсируют бесконечно. Не исключая район, где школа, детский сад, все в пыли, все слоем пыли покрывается. Если в межсезонье это был слой грязи, проехать было сложно, машины были все время в грязи, грязные, забрызганные, то сейчас слой пыли поднимается. Сегодня мы попытаемся разобраться в этой ситуации, подробнее смотрите в вечернем выпуске. Премьера скоро. В этом сезоне театральный проект «Большая сцена» от журнала «Автограф» окажет благотворительную помощь детской театральной студии, в которой занимаются ребята с синдромом Дауна. Далее подробнее. Речевой театр для солнечных детей в Барнауле существует почти пять лет. Сегодня в нем занимается больше десяти ребятишек разного возраста. Здесь они учатся правильной артикуляции, умению держать себя на сцене и проживать эмоции своих героев. Но каждый урок для них – настоящее преодоление себя. Все дети абсолютно разные. И, конечно, у каждого есть определенный порог. Поэтому наши занятия длятся не больше 40-45 минут. Мы обязательно повторяем каждый раз ту нашу программу, которую мы готовим. Мы над этой программой работаем в течение года. Это единственный в городе подобный кружок и одна из немногих возможностей для социализации детей с синдромом Дауна. У каждого воспитанника есть свои большие и маленькие победы. Они выступают на разных мероприятиях, которые проводит Краевая библиотека. В планах поставить настоящий спектакль. Но ни костюмов, ни декораций для этого у студии нет. Мечты должны сбываться, уверены в редакции журнала «Автограф», который в этом году проводит юбилейный пятый по счету сезон театрального проекта «Большая сцена». По традиции 100 рублей с каждого проданного на премьерный спектакль билета идут на благотворительность. В этом году мы решили, что это будет детская театральная студия, в которой занимаются дети с особенностями развития. Нас очень радует то, что это нужно не только нам, организаторам, но и нашим участникам, которые принимают участие в нашем проекте. Многие из них участвуют в нем, зная, что они не просто это делают для себя, но они помогают действительно нуждающимся в этом людям. И это очень ценно, и мы их за это очень благодарим. Возможность помочь есть у каждого, нужно лишь купить билет и прийти на спектакль. Премьера состоится 18 апреля во Дворце культуры города Барнаула. Юлия Филатова, Андрей Печоркин. Наши новости. Ну а сейчас подробнее о том, какой погода будет в ближайшее время. Спонсор прогноза – Банк Восточный. Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту Банка Восточный. 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в Банк Восточный. На большей территории края пасмурно и прохладно. В Белокурихе около 0, в Бийске 1 градус со знаком плюс, в Рубцовске до 7 выше 0, в Барнауле днем ясно и до 6 тепла. Напоминаю, телефон редакции 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.